Слава Богу! Прекрасный вечер, как всегда, в Вашингтоне. И сегодня мы будем говорить на тему, какой молитвой, какая самая сильная молитва может быть для вас, для вас верующих, для нас верующих, для меня, какая самая сильная молитва. И какая, я думаю, что эта молитва угодна Богу. И молитва, которая, вы знаете, она имеет силу, молитва есть имеет силу из жизни, которая молитва из Писания, молитва из Писания. Мы знаем, что Павел всегда начинал все свои послания с молитвы и заканчивал молитвой. И он, конечно, всегда молился в своих, всех своих посланиях. И здесь много можно найти молитв. И когда мы молимся в Словом Писании, мы знаем, что дьявол не может противостоять этому, не можно противостоять, невозможно против правде и истине, которая у нас в Иосифе Христе и в Его Слове. И мы, так как дети, мы дети Бога, мы люди, верующие нового обетования, нового завета. И, конечно же, все, что в Новом Завете, это для нас, для исправления, для благословения, для жизни, потому что Слово — это есть жизнь. Я хотела бы сегодня поделиться именно той молитвой, которой я молюсь, которая — это моя любимая молитва. И я всегда ей молюсь. И даже, знаете, когда, если вы чувствуете, что, ну вот когда Бог так всем благословил, все есть, все хорошо, мир, покой, радость, все дети, все хорошо со всеми, все во всем. Но и думаю, о чем мы помолимся еще? Молитесь, Господи, в Господе, молитесь в Господе, радуйтесь в Господе, благодарите Господа. И есть слова Господни, которые мы можем молиться, это для нас сила, в этом есть сила, в этом есть сила, и в этом есть огромная жизнь, жизнь и бога жизни. Давайте я хочу поделиться молитвой, которой я молюсь. Это сильные очень молитвы, которыми я молюсь, которые я даже ставлю имена людей. И если меня просят за кого-то молиться, я вот молюсь за сына, за своего так, я молюсь за людей, которые мои друзья, которые не верующие, которые я с уважением отношусь к ним, потому что или мы сотрудничаем вместе, или просто люди хорошие, но еще не пришли к Богу, еще не познали Бога как своего Спасителя. И вот я молюсь, и вот так я молюсь. Тогда я беру, значит, послание Павла к Ефесянам, послание святого апостола Павла к Ефесянам. В первой главе я читаю, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил вовсе сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего главою Церкви, которой есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Знаете, вы можете, например, я могу начинать мою самую молитву говорить, что так, например. Так как мы говорим о молитве, о нашей жизни в молитвах, о нашей жизни со всем листом, потому что молитва, это значит, знаете, такая неотъемлемая часть, это такая существенная, огромная, это просто весомая часть нашей жизни, как верующего, находиться в постоянном молитве, постоянно молиться, постоянно радоваться в Господе, благодарить Господа за все. И вот я просто хочу поделиться, что мой день начинается сюда, и, вы знаете, он приносит плоды, плоды радости, плоды покоя внутреннего, покоя в Духе Святом, такой покой, и знание того, что праведность, праведность, это плоды праведности, исходят от того, что ваше приглашение, ваши молитвы, как вы начинаете свой день. Я начинаю свой день того, что в первую очередь я начинаю свой день, это, знаете, это не то, чтобы там какая-то привычка, я даже если привычка, это прекрасная привычка, слава Богу, что она мне есть, что она мне, Богу, что она приявилась ко мне, но, вы знаете, мне это нужно как хлеб, мне это нужно как воздух. Когда я просыпаюсь, я обязательно, обязательно на коленях молюсь, я люблю молиться на коленях, потому что благоговение перед Господом, это мой Бог, это мой Отец, это, знаете, вот когда говорят, что есть страх Господний, страх Господний в том, что понимание любви Господа к тебе, что любовь Божия, она столько, она превыше всего, она не может, вы не можете выразить это словами, вы не можете выразить никакими чувствами, это просто превысшее разумение, любовь Божия, и я просто благодарю на коленях Господа, славлю ее имя, я просто радуюсь тому, что Он есть, и благодарю, благодарю и славлю, это просто славославление, славлю ее имя Его, благодарю Его на моих коленях. И потом я прошу, какие-то у меня нужды есть, чтобы Господь дал мне мудрости, чтобы Господь укрепил меня, дал мне силы. И вы знаете, я просто про волосы говорю, что Господь есть моя сила, Господь есть мой разум, Господь есть мой ум, мой ум Христов, Господь есть во всем. Я, конечно, молюсь и мое предложение, что я отдаю этот день. Сегодня, чтобы другой день, когда Господь мне открыл очередь, чтобы я от глаза проснулась, и чтобы я что-то делала, чтобы Господь внутри меня что-то производил на этой земле, чтобы я была сосудом Его в частях всегда. Потому что вы представляете себя, вы представляете свой Дух, свою Душу. И в начале дня это у меня обязательно, я обязательно, это моя потребность. Вы знаете, не то, что я могу, потому что по какой-то букве закона. Это потребность моей Души, это потребность моего Духа. Это так начинать свой день, благодарить Господа, благословить, и все представить в Его, не полагаться на свой разум, но все предать, все дела в свои, предать в Его руки. И чтобы Он все направил, и направил, и мне все мои планы сделал, и даже сказал, какие планы. После этого, конечно, я обязательно занимаюсь зарядкой. Я зарядка, потому что для нашего тела, вы знаете, наше тело, есть храм Духа Святого, храм Духа Святого, мы носим Духа Святого внутри нас. И это дом, это вот дом, храмина, в котором живет Душа и наш Дух. И, конечно же, ее тоже надо подкрепить, ее надо подкрепить правильной пищей. И я, конечно, обязательно занимаюсь зарядкой, там у меня 7 минут уходит зарядка. Это обычная балетная зарядка, которую я произвожу для, не сильной, но для того, чтобы растянуть мышцы, чтобы укрепить эти мышцы. И это тоже приносит какой-то, это приносит тонус для моего тела. Значит, я сделала, дала тонус моей Душе, Духом своим, Духом, на котором внутри нас Дух Святой. Я провозглашаю Господа, я даю все руки Господа, я вверяю Ему все, весь день свой, всякую минуту, каждую минуту, каждую мысль Ему. Вот это как бы тоже, знаете, зарядка для души. Я говорю, я делаю зарядку для души. Зарядка для души – это просто радоваться в Господь, благодарить Ему за все, славить Его. Потом у меня идет зарядка для тела. И, конечно же, мой день проходит совершенно прекрасно. И даже те, которые вещи я запланировала, а я сама запланировала, они не случились, они не произошли. И я не буду переживать, потому что я сказала, что Бог будет распоряжаться моим днём. И раз Господь распорядился моим днём, что мои планы не совершились, я не буду переживать и не буду расстраиваться, потому что так Господь захотел, я ведома Имея. И вот так, знаете, есть такие молитвы, они очень сильные. И давайте опять вернёмся вот этим молитвам. Значит, я обязательно в течение дня или утром, я обязательно буду читать какую-то молитву. И Господь обязательно дать это время вам. Вы просто захотите найти это время, и Господь вам определит это время. И вот посмотрите, я пишу, я читаю. Значит, Павел пишет, «Непрестанно благодарю за вас Бога. Вспоминаю о вас молитвах». Значит, надо благодарить. Вот вы молитесь, я молюсь за своего сына Богдана. Я говорю, я благодарю Бога за моего сына. Я непрестанно благодарю. Так, как и Пол сделал. Я говорю, я непрестанно благодарю. Я говорю, я непрестанно благодарю. Спасибо тебе, Господи. Я никогда не буду, перестану благодарить Бога за моего сына Богдана. За его сына. И я дальше говорю. И благодарю и вспоминаю молитвах. Для чего я вспоминаю? Я в молитву, я вставила моего сына в молитву свою. Поставила, чтобы Бог Господа моего, Иисуса Христа. Я всегда говорю моего. Я говорю не в обобщенной форме. Я говорю совершенно в форме, которая относится ко мне. чтобы Бог Господа моего Иисуса Христа, Отец Славы, дал Богдану, вот это написано, дал вам Духа, дал Богдану Духа премудрости и откровения к познанию. Я прошу, во имя Иисуса Христа, Бог Отец моего Иисуса Христа, Отец Славы, дай Богдану Духа премудрости и откровения к познанию тебя самого. И чтобы ты, Бог мой, Отец, просветил во имя Иисуса Христа, просветил очи и сердца моего сына Богдана, чтобы он познал, в чем состоит надежда призвания его, потому что у него есть призвание. И в чем состоит эта надежда, чтобы он, вы знаете, мы живем надеждой, мы живем надеждой веры, верой мы живем, и надежда осуществляется через веру, да? И в чём состоит надежда призвания Его, что Он призван, мой Сын призван, призвание Его. И какое богатство Богдан знал, какое богатство славного наследия Его для святых, чтобы Божье наследство, Божье Иисус Христа наследство, и это славное, богатое наследство, оно принадлежит моему Сыну. И чтобы мой Сын знал об этом. Вы знаете, вот эта вот молитва, я просто ставлю его имя здесь. Вы можете ставить имя своих родственников, своих родителей, если не верующих, своих детей, своих, я не знаю, кто вы, своего соседа. Не знаю, вы просто, когда вы молитесь за людей, когда вы благословляете, когда вы молитесь, вот это благословение, молитва, оно всё возвращается. Оно возвращается, понимаете, это, что посеешь, что пожнёшь. Вы будете сеять эти благословения, вы обязательно пожнёте, вы пожнёте в своей жизни, оно возвращается, всё возвращается. Так как и злой возвращается, возвращается, и всё хорошее. Поэтому сейте это хорошее. Это просто я так делаю, и я просто пожинаю благословения от Господа. И просветил очень сердце, мы уже говорили об этом, да, для наследия. Дальше. И как, чтобы Богдан мой знал, как безмерное величие могущества Твоё, Господь Иисус, в Нём, чтобы Он знал, какое безмерное величие могущество, Он могущественный, Бог могущественный в Богдане. Иисус могущественный в Богдане. Что он бы, он знал, чтобы Богдан знал, да, побольше верующих по действию державной силы Его. Господи, дай эту державную силу Богдану, дай державную силу Его, пусть Он будет верующим. Представляете, вот каждое слово можно ставить и молиться. Дальше, смотрите. Которую Он воздействовал во Христе. Силы, это сила, это сила в Духе Святом, Божья сила, да, воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесной себя на небесах. Вот теперь дальше говорится, кто такой Иисус Христос, да? Кто такой Иисус Христос? Бог Отец, Бог Создатель неба и земли. Он посадил, Он поставил превыше, Он посадил Одесной себя. И поставил Его превыше всякого начальства и власти, и сила, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. Вы знаете, вот мы говорим о власти, силе, господстве, всякое имени, что Иисус Христос, когда люди начинают давать кредиты, и все это не, вот Он, там, это, это сделал, это, это сделал. Вся власть Господа, понимаете, когда мы находимся под этой властью, вся власть дана Иисусу Христу Господу, вся власть, все начальство, все, все подчиняется Ему. Ничто не может не подчиниться Ему. Вы знаете, сколько в этом имени есть слава, силы. И мы есть Его последовательные, мы дети, Он в Нем, Он в нас, мы в Нем, мы эти через Него. Вы представляете, какое, значит, Господь, если наш Иисус посадим превыше всякой власти, и когда мы в Нем, мы имеем это право, мы имеем в Нем это право, мы сонаследники с Христом. И вы представляете, что Он посадил превыше всего начальства власти и господства, и мы в Нем, да, и написано, что «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главой Церкви, все покорил под Иисуса Христа, под Его ноги, все покорено». Представляете, значит, если мы входим в Иисусе Христе, мы знаем, что мы Его праведные, мы дети Бога, мы сонаследники со Христом, да, мы вошли в обетование, значит, мы тоже вместе с Ним, мы вместе со Христом, нам покорено, во Христе нам со Христом вместе покорено всем под нам под ноги. Вы видите, какое великое, какое могущественное это имя, имя Иисуса Христа, само имя Иисуса Христа. Этим именем мы можем сказать горе, мы можем приказать демонам и бесам подчиниться этому именем и трепетать перед этим именем. Но мы должны знать, как молиться, мы должны знать, о чем молиться, мы должны знать свое право, мы должны знать, кто мы, мы есть праведные и святые во Иисусе Христе, нам дано. Мы сонаследники, мы в Нем, и Бог покорил все под ноги Его, и поставил превыше, которое есть тело Его. Посмотрите, глава церкви, Он глава церкви, в которой есть тело. Вот посмотрите, наш Христос – это глава, да, а мы есть тело Его, тело церкви. И вот что голова подумает, скажет, направит, оно все тело туда идет. Поэтому, посмотрите, какая это молитва, какая абсолютная, абсолютная сила в этой молитве, да. Дальше провозглашайте. Мы творение Его, мы созданы во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил и спасал. Это другая молитва. Это тоже я вставлю Богдану. Ибо Богдан – творение Иисуса Христа, творение Бога. Создан Богдан во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил ему исполнять. Халлилуйя, халлилуйя. В другое место Писания я говорю, во имя Иисуса Христа я говорю, это опять же в главе, в третьей главе, в 16 стихе. Давайте почитаем. Да даст Богдану, там написано, да даст вам по богатству и славе своей крепко утвердиться. А я говорю, да даст Богдану по богатству и славе своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верою вселиться Христу в сердце его, чтобы он укорененный, утвержденный в любви мог постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота. То есть все, все творение, все, что Господь создал, все творил, понимание, разумение, для чего это все, почему это все сделал. Понимаете? Чтобы он достигнул, чтобы он утвержден в любви. Смотри дальше. И уразуметь, понять, уразуметь, понять превосходящее разумение любовь к Христу, дабы ему, Богдану, исполнится всей полнотой Божьей. Вот это молитва. Во имя Иисуса Христа я молюсь, чтобы мой сын Богдан исполнился всей полнотой, чтобы он исполнился всей полнотой Божьей. И чтобы он разумел великую, необъяснимую, превосходящее разумение. Мы не можем разуметь, это же нам разумо. Любовь к Христу. Чтобы любовь к Христу объяла его, объяла сердце, чтобы он понял, чтобы он принял, чтобы он видел это. Чтобы исполниться всей полнотой Божьей. И там дальше написано. А дальше уже обетование написано. Вот так молитесь, вот я молюсь, и вот что он сделает, что он сделает. Посмотрите, что Бог сделает, когда мы будем так молиться. Вот это вот как бы вытекает из этого 20 стихи. А тому, тому Богу, Богу нашему, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чем мы просим или о чем помышляем. Вы знаете, вот мы молимся, я вот молюсь за это, да? Я прошу, я помышляю о чем-то. Но Господь дает именно несравненно больше, о чем мы думаем, им помышляем, да? Тому слава Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Вот вам молитва, вот вам сила молитвы, вот вам плоды вашей молитвы и веры. Веруйте, веруйте. Что вы считаете? Вы веруете, вы скажете, что это мне написано для меня. Я просто снижусь в том, что я верую, я получаю от мира. И в этом и есть, знаете, вся слава и сила нашего Бога, любящего. Аллилуйя, аминь. До следующего. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok